Здравствуйте, с вами снова Евгений Вергус и блог Советовый Мастера. В последнее время я стал получать много вопросов по поводу установки Gravatar. Дело в том, что сервис немного изменился и тот урок, который есть на моем блоге, который входит в бесплатный курс по созданию сайта, он уже на данный момент получается не актуален. Поэтому в связи с этим всем я решил записать данное видео. Обновленной версией я не пользовался, поэтому сейчас, прямо скажем, в режиме реального времени я также зарегистрирую, сделаю Gravatar для другого почтового ящика. Итак, давайте, смотрим, что здесь у нас есть. Enter your email. Так, то, it started. Значит, введите свой email для начала. Давайте мы сделаем. Так, на вот этот тестовый почтовый ящик нажимаем данную кнопку. Попадаем в данное окно. Так, здесь у нас вход в WordPress. Так, вот здесь мы нажимаем вот эту вот ссылочку, да, для регистрации. Соответственно, насколько я понимаю, так, сам английского языка я не знаю, так что... И первый раз пользуюсь обновленным сервисом. Да, совершенно верно. Мы видим, что нам предлагают заполнить поля. У меня уже есть аккаунт. Видите, Google Chrome, да, перевел автоматически. Так, секундочку, сейчас, чтобы было вам видно. Вот так вот. Адрес электронной почты сейчас введем, который мы вводили. 76. Да, он сразу проверяет сам адрес. Все, трижды проверьте вашу электронную почту. Это единственное, где мы с вами связаться. Все, значит, у нас почтовый ящик есть. Зеленая галочка стоит. Значит, ящик рабочий. Имя пользователя нам предлагает вот такое. Можем даже оставить E-Vergus 76 проверить, да? Проверка идет. Так, такое уже существует. Давайте E-Vergus 7. Да, вот так останется у нас. Пускай будет E-Vergus 7. Так, и теперь мы вводим пароль. И пишем. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Так, не бойтесь использовать символы наряду с буквами. Так, одни, значит, цифры у нас не подходят. Соответственно, мы должны чередовать цифры, буквы и символы, да? Давайте сделаем так. И вот так. Все. То есть, в обязательном порядке в пароль должны входить не только цифры, да, но и буквы. Или не только буквы, но и цифры. То есть, должно все чередоваться. Все. То есть, у нас приветствует Gravatar. Авторизация у нас идет. Будут предоставлены разрешения. Так, и, и, и. Нажмем авторизацию. У нас перебрасывают назад на окно для входа, насколько я понимаю. Да, и вот здесь мы нажимаем теперь на кнопочку «Войти». Или вот здесь на эту кнопочку. Сейчас все проверим. Да, мы отправили для подтверждения на электронный адрес письмо. Сейчас я в него зайду, и мы проверим, есть ли такое дело у нас. Заходим в нашу почту, и видим, что нам пришло вот такое вот письмо, да, с активацией нашего логина. Здесь нам пишут, что нужно нам активировать аккаунт. Давайте переведем, посмотрим, что же нам тут написали. Так, добро пожаловать в WordPress.com и Gravatar. Вы создали WordPress.com счета, с вашим Gravatar подписаться. Ну, перевод, конечно, у нас не очень получается автоматически. Так, 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 так. Нажмите на кнопку ниже, чтобы активировать ваш аккаунт. Нажимаем на кнопку. Все, аккаунт активирован. И мы видим, да, что мы уже здесь залогинены. Вот здесь, да, у нас есть наш логин, который мы вводили. И так, войдите в Gravatar. Нажимаем кнопочку для входа. И, соответственно, теперь нам нужно нажать данную кнопку, насколько я понимаю. Все, мы зашли в свой управление Gravatar.com и видим, что для нашего почтового ящика нет загруженных изображений. Нажмите здесь, чтобы добавить еще, да. Или добавьте новый адрес. Все. Здесь все будет так же, как и в предыдущем уроке. Сложностей никаких нет. Все. Мы можем загрузить жесткого диска. Или изображение из интернета. Или ранее загруженное изображение. Нажимаем жесткого диска. Выбираем файл. Нажимаем открыть. И нажимаем дальше. Чем удобен Chrome, да. Вы видите, что он сразу же все практически переводит на русский язык. Все. Таким образом, здесь мы можем уже сделать любое нужное нам изображение. К примеру, вот так вот. И нажать кнопочку завершить. Здесь мы выбираем рейтинг Граватара. Да, вот здесь можете почитать. Нажимаем на кнопочку G. И видим, что теперь у нашего почтового ящика появился вот такой вот Граватар. В принципе, на этом все. Здесь вы можете выйти и посмотреть свои настройки. Либо выйти. И так далее. Все. В дальнейшем для входа в свой Граватар. Вас будет перебрасывать на панель входа WordPress. И вам нужно будет ввести логин и пароль, который вы вводили при регистрации Граватара. Все. На этом все. Как видите, я не пользовался сервисом. И сейчас вместе с вами буквально за 10 минут разобрался, что к чему и настроил новый Граватар. Все. На этом все. С вами был Евгений Вергус и блог Советов Мастера. Желаю вам удачи, достижения поставленной цели и хороших заработков в сети интернет. Продолжение следует.